в последнее время увеличилось количество дистанционных хищений денежных средств наиболее распространенные способы совершения мошенничеств с использованием сети интернет под предлогом оказания содействия родственнику якобы попавшему в дорожно-транспортное происшествие или якобы задержанному правоохранительными органами представляясь сотрудником банка полиции прокуратуры фсб следственного комитета мошенники входят в доверие и вынуждают потерпевшего сообщить свои персональные данные под предлогом дополнительного заработка участие в торгах на бирже инвестирование в ценные бумаги вынуждают потерпевшего вносить крупные суммы без возможности вывода денежных средств в дальнейшем мошенничество с использованием торговых площадок объявлений о купле и продаже в социальных сетях мошенник публикует фиктивное объявление о продаже товара по цене значительно ниже рыночной мошенник входит в доверие и вынуждает оплатить или внести предоплату за товар затем жертву блокируют а объявление удаляют продавца убеждают направить товар доставкой сообщая что товар оплачен мошенник использует фишинговый сайт куда жертва вводит свои персональные данные затем под предлогом сбоя предлагают перейти на очередной фишинговый сайт где повторно списываются средства от имени потерпевшего его знакомым друзьям родственникам приходит сообщение с просьбой одолжить денежные средства также злоумышленники рассылают сообщение о сборе денежных средств на лечение больного ребенка похороны и так далее хищение осуществляется путем перебора сим-карт для поиска активного аккаунта заемщика и использование личного кабинета лица ранее оформлявшего в микрофинансовых организациях заем в надежде получить компенсацию за бесполезные лекарства человек заявляет о своем несогласии с лечением и требует вернуть деньги мошенники предлагают вернуть деньги как компенсацию однако предлагают приобрести у них еще лекарства чтобы достигнуть суммы после которой возможна компенсация естественно компенсации вы не получите будьте внимательны не ведитесь на уловки мошенников если заметили признаки описанных схем не переводите деньги незнакомым лицам немедленно прекратите разговор и обратитесь в полицию